В каждом третьем ДТП страдают дети. Только в Сыктывкаре с начала этого года зарегистрировано 7 ДТП с семью пострадавшими. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, автоинспекторы проводят для младшеклассников профилактические беседы о том, что дорога ошибок не прощает Егор Ильченко. Рекреацию лесозаводской начальной школы номер 6 не узнать. Школьники, выстроившись среди дорожных знаков и светофоров, внимательно слушают инспекторов ГИБДД, а после делятся на водителей, пешеходов и дорожных полицейских. Словом, все как у взрослых, ведь за игрой в дорогу скрывается печальная статистика. Детей, пострадавших в ДТП, все больше. Пешеходы, сколько у него сигнал? Два. Какие? Красные и зеленые. Мы ведем беседы с детьми, в основном проводим на классных часах. Хотя бы один раз в месяц мы затрагиваем эту тему на классном часу по правилам дорожного движения, а также мы им регулярно напоминаем, прежде чем их отпустить домой после уроков, так как уже второй класс они домой идут одни, регулярно напоминаем о том, как нужно переходить дороги. Одна из главных тем беседы – световозвращающие элементы. Как правило, именно в темное время суток пешеходы попадают под колеса, так как водитель попросту не замечает темные силуэты. Инспекторы добавляют, при ближнем свете фар автолюбитель замечает человека на расстоянии до 50 метров. Если же есть световозвращатель, дистанция видимости возрастает до двух сотен метров. Пешеход не имел на себе светоотражающих элементов на одежде. Девочка-самиклассница переходила дорогу по нелегулярному пешеходному переходу, однако произошло ДТП. Тут вина и водителя в том плане, что водитель не предоставил преимущества движения пешеходу на пешеходном переходе. Однако пешеходам также нужно понимать, что их переход должен быть безопасен. В конце встречи школьники получили светоотражающие значки, однако дорожные полицейские напомнили, на дороге главный друг пешехода – это бдительность и знание правил, элементарных, но жизненно важных.